Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Удальцова, Леонида Развожаева, Константина Лебедева и других лиц, подозреваемых в приготовлении к организации массовых беспорядков в Москве и на территории других регионов Российской Федерации. Уголовное дело возбуждено по результатам проверки фактов, изложенных в документальном фильме «Анатомия протеста-2». В рамках процессуальной проверки по поручению следователя специалистами было проведено фоноскопическое исследование видеоматериалов, полученных в телекомпании НТВ. По результатам этих исследований признаков монтажа в видеоматериалах не выявлено. Установлено, что голос, в том числе имеющийся в сюжетах, снятых скрытой камерой видеонаблюдения в фильме «Анатомия протеста-2», принадлежит Удальцову. Ну а сама встреча, фрагменты которой были показаны в фильме, происходила во второй половине июня 2012 года в одном из жилых помещений в столице Республики Беларусь, Минске. Участие во встрече с грузинской стороны принимали председатель парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, консул Грузии в Молдове Михаил Иашвили, а также трое их помощников. С российской стороны во встрече принимали участие кроме лидера Левого фронта Удальцова, его помощник Лебедев, а также помощник депутата Государственной Думы Ильи Пономарева Развожаев. Сегодня у фигурантов уголовного дела проводятся обыски. Также могу сказать, что в рамках этого уголовного дела следователями будет проверена информация о подготовке участниками этой встречи террористических актов на территории Российской Федерации. В случае, если эта информация найдет свои подтверждения, ей будет дана соответствующая правовая оценка и юридическая квалификация действий Удальцова и других его собеседников, в том числе и граждан Грузии. Ну а в заключении я хотел бы обратить внимание всех тех, кто посчитал, что в нашей стране можно абсолютно безнаказанно заниматься организацией массовых беспорядков, планировать и готовить теракты и другие действия, которые угрожают жизни и здоровью россиян. Вы недооцениваете профессионализм российских спецслужб и плохо знакомы с российским законодательством, в частности с Уголовным кодексом, который предусматривает за подобные деяния наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Это касается, кстати, не только лиц, которые имеют российское гражданство, но и уже известных нам граждан Грузии и других государств. Как только будет установлена их причастность к подготовке преступных деяний, они также будут привлечены к уголовной ответственности и в соответствии с законами Российской Федерации и нормами международного права, объявленный международный розыск, ну и рано или поздно предстанут перед российским правосудием. Продолжение следует...